Так, ну, всем привет! С вами опять Фредди Фаб, и это опять Покервод. Значит, это турнир, Сит энд Гол, стоимостью в 1 доллар. Снимаю я здесь сейчас на полный экран, а не как всегда, конкретно, окно стола, потому что хочу продемонстрировать вам программу, и возможно, ну как продемонстрировать, показать ее, скажем, в действии, потому что, возможно, в прошлых роликах вы видели, как я ее пользуюсь. Программа называется Preflopper. Она дает советы по игре Preflop, разных игр. Hold'em, Amaha, Amaha High Low, ну и так дальше. Значит, о, да. Еще я хочу вот как бы успеть зарядиться вот в турнире. Начнется регистрация через несколько минут. Поэтому тоже, о, что такое. Так, ну, давайте играть. Так, стол 6 макс, блайнды пока минимум. У меня тут что-то насморк начался, поэтому извините. Насморк. Так. 6 макс, я в средней позиции пока что. Рука 3-2. Несмотря на то, что споймал две пары, цена очень плохая, особенно до Preflop'а. И я даже программой пользоваться не стал, потому что очевидно, что с такой рукой выиграть очень сложно. Так, победитель здесь получает первое место, по-моему, 6 долларов. Нет, не 6. Меньше. Намного меньше. То ли 3, то ли 4 доллара. А второе там то ли 2, то ли 3. В общем, я не помню. Тут, естественно, с парой девяток надо агрессивно рейзить. Несмотря на то, что тут есть две карты старшие, чем моя пара девяток. И опять пара вольтов. Пара вольтов ненавижу эту руку, потому что, ну, несмотря на то, что она довольно такая сильная, я, зараза, все время натыкаюсь на пару тузов, на пару королей, на какой-нибудь флэш дебильный. Ну, в общем, всякое случается. Но надо будет сейчас реально конкретно так зарейзить хорошенько. Так, ну, я постараюсь... Постараюсь я дойти до первого места. Вот. Call. Hold. Чек. Даже не чек. Call тоже. Так, я же на большом лане. Так, 180 рейз. Естественно, калирует меня. Тоже таки, опасный такой флоп. Но тут не агрессивные игроки. Откуда ты у нас? Так, конечно. Улы. По-любому у него пара дам будет. Вот зуб даю пара дам. 4-9. Нет, у него слабая пара девяток. И я беру, выводя из игры одного игрока. Отлично. Так, дама 10. Рука. Ну, ладно. Раз уж я чип-лидер, заколем рейс небольшой. И вот улучшения мы не получаем. Скорее всего, сейчас будет рейс и рей-рейс. Да, вот. Даже рей-рейса не будет. Будет ол-ин. Скорее всего, попал то ли в тройку, то ли в вальта. Ну, точно не в короля. Потому что, если бы попал старшую пару. Овер пар. Если бы он попал в эту пару королей, он бы играл менее агрессивно. Это очевидно. Хотя, в турнирах до одного доллара фиши попадаются разные. 6-2. Что-то мне даже программой пользоваться не надо при фопер. Странно. А то обычно я как-то туплю-туплю в турнирах. Тут еще тоже, знаете, очень полезная программа для Амахи. Амахи Хайлоу. Во всяком случае, для меня она бесценна. Потому что в этой игре, как в Амахе, да? Я не очень... Ну, скажем, не очень. Я... Все это такое. Давай, до свидания. Я в Амахе Хайлоу новичок, скажем так. Играю. Я в нее только недели 2-3. Ну, то есть, познакомился с этой игрой. И как бы чисто держусь я на плаву в этой игре. Только за счет того, что я неплохо играю в Холдом. Ну, чек, раз никто не зарейзил. Получаю пару двоек слабую. Флоп опасный, но попытаюсь взять блефом. Ну, точнее, полублефом. Ну, вот, естественно, все сбрасываются. Ой, упало. Надо поднять. Так, что тут? 4-5. Конечно, кол. Особенно, если он такой небольшой. Так, 4-5. Давайте чекнем. Не хочу я блефовать. А вот уже этот... Флэш-дро. Рейзинг. По размеру банка. Колы. Не попал. Увы. Чек. Бет. Не, ребят, я не попал. Давайте кидите вы. Ну, можно бы... О, вот, хорошая рука. Очень хорошая. Вот сейчас я... А, ладно, не буду. Сейчас я... Да, вот, повышу. Надеюсь, хоть кто-то заколет, потому что рука такая, что... Ну, вот улучшение хоть не получило, но десятка дает мне стрит. И это здорово. Рейз. Еще одна восьмерка. И в тему. Демка мы лолын. Думаю, что у нас колют. А, не заколют. Валет. Шесть. Да, ну, у меня кикер. Несмотря на то, что ни я, ни мой оппонент не попали в... В борт, да. Как бы, ну, все равно. Ну, тоже хорошо, что я являюсь чип-лидером за этим столом. Я уже выявил двух игроков, и это отлично. Так, ну... В принципе, тут как бы и не сложная игра. В том плане, что карта хорошая, что игроки не очень сильные. Потому что против сильных игроков очень сложно. Очень сложно что-либо предпринять. Даже с хорошей карты. Так, 3, 4, 5, 6, 7. Вот стоит был. А вот старший стоит, походу. Я что-то провтыкал, посмотрите. Так, 10, 2. Знаменитая рука. Рука называется Дойл Брансон. Вот. Вот дают мне эти фишки. Она называется в честь этого, ну, профессионального игрока в покер. Потому что именно с этой рукой он два, по-моему, раза подряд на мировом турнире по покеру взял победу подряда. Значит, он заходил в игру с картой 10-2. И в обоих случаях он получал фул хаус. Ну, за счет этих, ну, действительно, сильных побед с такой плохой рукой. Ну, он нам показал, что эта рука как бы не очень плохая. За счет этих побед эту руку назвали в его честь. Извините еще раз, у меня тут просто вот назмок. Ролики надо снимать. Так, король 10. Если бы они были... Да хоть бы они были и разномастные, я все равно буду рейзить. Во-первых, тут игра не агрессивная, очень легко... Вот видите, фолд сразу. У меня формально вот блайнды украл просто. Ну, а во-вторых, она имеет улучшение. Тот же стрит сложно, но можно поймать. Флэш тоже, как бы, тоже... Ну, немаловероятно, что флэш можно добрать. Да с любой атомастной рукой можно, как бы, надеяться. Шансы одинаковые. Ну, просто, если у вас высокие, большие карты, да? То есть 10 короля одной масти, и вы получаете флэш. И игрок точно с такими же мастями, да, получает флэш, только с какими-нибудь 3-2. Ну, тоже вот, допустим, крестовое. То, естественно, вы берете, потому что кикер. Тоже, нельзя забывать про кикер. Вот я получил бы сейчас сет из девяток, но вот у кого-то флэш. У обоих флэш поранил, да? Поэтому лучше даже было и не входить. Значит, закончилось бы плачевно. Так, ну вот, когда остается в игре в Систенков, особенно, остается очень мало игроков. Вот 3-4, а даже и на стендапе. Ну, стендапы в Систенков быстро заканчиваются, в принципе. Когда очень мало человек, ну, остаются за столом, особенно, когда это 6 макс, и после вылета нескольких игроков, то очень долго они играют, в том плане, что никто не хочет рисковать, никто агрессивно не разыгрывает даже потенциально выигрышные руки. Ну, вот тут пара четверок надо просто выталкивать с банка. Вот это, я думаю, колить будет, потому что он не зря же заходил колом. Нет, фолд, странно. Ну, очень здесь не агрессивная игра. Очень, очень. Поэтому, наверное, надо будет блефом заходить. С любой рукой. Да, ясно. Да, тут шум всякий. Ну, вот тут вот, после против фулына заходить бесполезно было. Король. Так, 5, 6, 7, 8. Стрит, дрова. Почему у меня старшая карта еще, в том же, если поймаю пару королей, это будет стоило. Конечно, кол. Не знаю, что у него там. 6, 7. Мне нужен стрит, вот, стрит, пожалуйста. И еще и пара, к тому же. Вот, я вывел еще одному парню из игры. Причем по чистой случайности, знаете, по чистой. У него две пары. Это же было просто верх мечтаний. Часто, лук. Просто удача. Пацан, это не удача. Француз хренов. Жабоед. Ну, ладно. Удача, слышишь? Это математика, крошка. И причем еще мне так нравится. Это просто удача. Сказал пацан, у которого самое меньшее количество фишек за столом. Я так понял, все прокусили прикол, что надо постоянно идти all-in, чтобы хоть что-то выиграть. Конечно, я буду повышать. Потому что я получил пару. Он идет all-in. И явно, что это блеф. Хотя у него девятки. 8-6. А у меня стрит. Теперь мы 1-1. Вот тебе и удача. Отлично. Значит, я уже получил, как минимум, это уже наверняка я получил 2 или 3 доллара. И сейчас я буду бороться за первое место. За 5 или 6 сколько? Не-не-не. 4, по-моему, бакса, да? Ты шокол. Потому что у меня пара вальтов. И я беру. Это шикарно. Я выиграл только что 3, по-моему, бакса. Отлично. Вот такой вот небольшой покерный ввод по турнирам Sit&Go. С вами был Фредди Фаб. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока.